Здравствуйте, я Иов Александр Юльевич, заведующий кафедрой общей хирургии номер 2 Национального медицинского университета имени Богомольца. И мы сегодня с вами поговорим о лечении ожирения. Я хирург, и мы занимаемся хирургическим лечением ожирения. Сферой нашего интереса являются пациенты индекс массы тела, которых составляет 39 и выше. Что такое индекс массы тела? Индекс массы тела – это соотношение веса к квадрату роста в метрах. Наша клиника выполняет все типы оперативных вмешательств, которые на сегодняшний день признаны Всемирной Организацией, а ФСО – это та организация, которая объединяет хирургов всего мира, занимающихся проблемой ожирения. Мы выполняем операции бариатрические, то есть, которые направлены на решение проблемы ожирения только лапароскопически, то есть, через проколы малоинвазивно. Наиболее часто выполняемые операции – это операция нашей клиникой – это желудочное шунтирование. Американскими хирургами данная операция признана золотым стандартом в лечении ожирения. Данный тип оперативного вмешательства заключается в уменьшении объема желудка, причем не происходит резекции, то есть, ничего не удаляется. Желудок после операции состоит из двух частей – малый и большой желудок. То есть, мы в результате операции меняем анатомию, но ничего при этом не удаляем. Далее пересекается тонкая кишка, она сшивается с малым желудком, а большой желудок с двенадцатиперстной кишкой и начальное отделание тонкой кишки вшивается далее. То есть, меньше всасывания, за счет малого желудка пациенту меньше хочется кушать и поэтому стопроцентный результат. Наиболее часто выполняемой в нашей стране является рукавная резекция желудка. Рукавная резекция – это удаление части желудка с так называемым дном желудка. Это зона, где вырабатывается гормон грелин, уменьшается чувство голода, уменьшается объем желудка и за счет этого пациент худеет. Данный тип оперативного вмешательства можно рассчитывать на нормализацию сахаров только за счет того, что уменьшается масса тела, уменьшается объем абдоминального жира, то есть, жир, который находится от брюшной полости. В результате этого уменьшается продукция гормонов данной клетчаткой, абдоминальным жиром. В этом случае мы можем рассчитывать на снижение уровня сахара. Данный тип оперативного вмешательства противопоказан людям, которым так называемый синдром сладкоежки, то есть, любителям сладкого. Обман данной конструкции пациент будет потреблять сладкое мини-желудочное шунтирование. Операция, которая может рассматриваться для лечения и сахарного диабета 2 типа, поскольку выключается из пассажа, то есть, движение пищи также двенадцатиперстная кишка. Но вот данный тип оперативного вмешательства противопоказан пациентам, у которых есть также рефлюкс изофатит, то есть, заброс содержимого из желудка в пищевод, а также наличие диафрагмальных грыж. Мини-шунтирование здесь технически для хирургов несколько проще, поскольку не разделяется тонкая кишка. Есть и другие типы оперативных вмешательств, которые, в общем-то, на сегодняшний день, в общем-то, признаны мировым сообществом, вот, Всемирной Организацией, которая объединяет хирургов, занимающихся хирургией ожирения. Это гастроаппликация, но этот тип оперативных вмешательств мы принципиально не делаем. Через два-три года, как правило, в 90% случаев избыточная масса тела возвращается. Второй тип оперативных вмешательств, которых мы принципиально не выполняем, это беляпанкредическое шунтирование. Результаты потрясающие, худеют хорошо, сахара нормализуется в 90% случаев, но данная категория пациентов требует, ну, 3-4 раза в год нахождения в стационаре для поддерживающей терапии. Ну, и по статистике, по мировой, на сегодняшний день, количество данных оперативных вмешательств, ну, не достигает одного процента. Записывайтесь на консультацию, вот, и в каждом конкретном случае мы попытаемся вам помочь. Спасибо.